Привет! Сегодня печем хлеб на закваске. Этот хлеб очень полезный, гораздо вкуснее, чем все остальные виды хлеба. Повозиться с ним придется, конечно, немножко дольше, чем с обычным дрожжевым хлебом, но поверьте, результат того стоит. Попробовав однажды хлеб на закваске, печь вы его будете все время. Для хлеба на закваске нам понадобится вода, соль, закваска и мука. Для начала наливаем примерно 700 миллилитров воды. Лучше делать через весы первые несколько раз, потом уже будете делать на глаз. В водичку отправляем примерно 200 грамм активной закваски. Если закваска всплывает, значит она готова и хлеб получится. Добавляем щепотку соли. Размешиваем закваску в водичке. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Муки уйдет около килограмма, может быть немножко больше. Это зависит от того, какая мука. И замешиваем тесто. Тесто готово. Замешивать его надо достаточно крутым, потому что когда начнется процесс брожения, оно станет немножко мягче. Теперь накрываем его полотенцем и оставляем отдохнуть примерно на час. После замеса теста прошел час, теперь начинаем его растягивать влажными руками с четырех сторон. Берем тесто, тянем хорошенько и складываем. Так нужно сделать четыре раза с периодичностью в час. Растянули и опять накрываем, чтобы тесто подходило. Тесто наше подошло. Растягивали его четыре раза. Теперь пришло время формовки. Припыляем стол немножко мукой. Я использую цельнозерновую. Корочка получается очень красивая. Тесто хорошее, подошло все. Пузыречки. Проправляем его на муку. Сверху еще немножко припыляем. Я буду разделять на две части. Вот так. Откладываем. Этот кусочек растягиваем. Делаем из него пласт небольшой. На этом этапе, если хотите, можно в тесто завернуть семечки. Посыпать и сворачиваем. Еще раз. Защипываем краешки. И передаем ему форму. Очень хорошо будет, если у вас получится, чтобы тесто, заготовочки эти постояли ночь в холодильнике. Будет идти процесс холодной ферментации, и хлеб станет еще полезнее. Его можно в холодильник вставить в специальных формах для хлеба, а можно просто в контейнерах. Внутрь я постелила пергамент. И отправляем туда будущий хлебчик. Тяните тесто, не бойтесь, оно не порвется. Складываем. Опять защипываем краешки. Передаем ему форму. Такие пузыречки красивые. И вторую заготовку отправляем в полночку. И ставим на ночь в холодильник. Я буду накрывать полотенечком, потому что если накрыть плотной крышкой, то соберется конденсат, заготовка станет мокрой. В общем, все. Ночь стоит, на следующий день печем. Заготовка хлеба провела у нас в холодильнике ночь. Сейчас будем ее печь. Духовку надо разогреть до 220 градусов. Печь желательно в форме с крышкой. Если есть чугунная форма, то в ней вообще будет прекрасно. Если нет, пеките в стеклянной. Достаем хлебчик. И надо сделать хороший разрез для того, чтобы хлеб, когда будет печься, красиво раскрылся. Режьте, не бойтесь. Будет красиво. И в разогретую форму. Отправляем хлебчик. Накрываем. И печем 20 минут в духовке при температуре 220 градусов. Потом снимаем крышку. И допекаем еще минут 20-25 при температуре где-то 190 градусов. Прошло 20 минут. Хлебчик раскрылся. Подошел, стал красавчиком. Снимаем крышку. И выпекаем еще минут 20-25. В зависимости от того, какая духовка, каковую корочку вы хотите. И управляем температуру до 190 градусов. Все. Хлебчик готов. Вынимаем его. Температуру на духовке опять поднимаем до 220 градусов. И будем выпекать второй. А этот вытягиваем. Остужайте лучше всего на какой-нибудь сеточке, чтобы снизу он не стал мокрым. Хлебчик. И второй. Опять разрезаем, чтобы красиво раскрылся. Чем хорошо это тесто, можно сделать такие заготовки хлебные и оставить в холодильнике на 3-4 дня. И как надо свежий хлебчик, можно доставать и по одному печь. Отправляем в горячую форму. Открываем. И опять в духовку на 20 минут при 220 градусах. Такие красавцы у нас получились. По месту разреза хлебчик очень хорошо открылся. Запекся, зажарился. Получился хрустящий. Мягенький. Супер просто. Сейчас разрежем и посмотрим, какой он внутри. Красавец. Мягкий и пышный. Этот хлебчик, как только он остынет, можно положить в морозилку. Если достать его и разморозить, он останется таким же хрустящим и мягким. Поэтому очень удобно можно сделать такие хлебные запасы. Приятного аппетита! Поехалийте. Продолжение следует...